Ну, вот я никогда не хотел убивать людей, ёпта, да, понимаете, как получилось, мне просто предложили такие хорошие деньги, ёпта, что я пошёл и, ну, как бы, а что, ребят, ну деньги, блядь, так никто и не спорит-то, Хес, с деньги, просто не надо, блядь, перед этим было, блядь, ёпта, нос задирать по ветру, блядь, ёпта. Вот я, ребят, знаете, никогда не хотел там садиться жопой на бутылку, блядь, и выкладывать это видео там, блядь, ёпта, на OnlyFans, но проблема в том, что ко мне пришли ребята и сказали, мы тебе дадим столько денег, и вот мне просто, представьте себе, вам таких денег никогда не предлагали, ребят, вам меня не понять, я человек идейный, но столько денег предложили, что я взял самую большую бутылку, знаете, даже не от шампанского, а такой этот, Можешь кто помнит, виски такое на этой хуйне качается, пятилитровая, и сел до середины, ёпта. Периодически. Как бы вы к этому отнеслись? Вы бы согласились или отказались? Причём вам даже не запрещают стримить там на своей основной площадке, например, на Твиче, вам просто говорят, приходи иногда к нам, стрим здесь, мы будем платить тебе большие деньги. А что бы вы, ребят, делали? Большие деньги, большие деньги. Что бы вы сделали? Вы бы не сели жопой на бутылку, и вам даже не говорят, типа, постоянно сидеть жопой на бутылке, просто, ну, периодически как бы вот садиться на неё, можете в свободное время не сидеть на бутылке, то есть вам не надо постоянно сидеть на бутылке жопой. Но вот просто периодически заходи, садись на бутылку, и деньги-то предлагают хорошие, да? Что бы вы, ребят, сделали, блядь? Что бы вы сделали? Что бы вы сделали? Вы согласились или нет? Ответьте себе на этот вопрос, и идём дальше. В общем, так, ребят, давайте я не буду долго ходить вокруг да около, тем более, что многие из вас в курсе вообще, что происходит. И Казик постримил, и на кик ушёл, хотя сам хуесосил их и говорил, что нет. Ну, поймите, ребят, просто деньги хорошие дали. Так-то да, он сидел, он же хуесосил, блядь, и кик, и Казики, блядь. В итоге я и стримил Казика, и ушёл на кик, но вы поймите, ребят, вы бы что сделали? Вы бы что сделали? Для того, чтобы пропиздеться и предать все свои слова и принципы, блядь. Ну, просто, блин, поймите, деньги-то хорошие дали. Я мечтаю о квартире. И вот я так посчитал, и я так легко её куплю. В неделю я стримлю на такой платформе, как Кик. Раз в неделю я там провожу 10-часовые стримы. И чтобы вы понимали, просто чтобы вы понимали, за 10-часовой стрим я получаю на этой платформе 6 тысяч долларов. Согласитесь, это огромная сумма. Это огромная сумма даже для... Ребят, ребят, хесос засовывает в себя анальную пробку на, блядь, онлифансе, но поймите, он получает за это 6 тысяч долларов. Подумайте, а вы бы отказались или нет? В Америке даже для такого города, как Нью-Йорк. То есть, врачи столько здесь, хирурги не зарабатывают. Чтоб вы понимали, это в час... Хирурги столько не зарабатывают, сколько он за засовывание анальной пробки себе в жопу, блин. Даже хирурги... Это, ну, 600 долларов сумасшедшие деньги, просто капец. Ребят, хирурги столько не зарабатывают. Ну, кто из вас меня осудит, не щуки? Ну, да, я говорил, что не буду. Да, я говорил, что никогда не встану стремить казик. Но, ребят, ну, платят больше, чем хирургу. Ну, как, как тут, блядь, попочкой-то на бутылочку-то не усез? Ну, вы поймите тоже, да? Вот вы бы что сделали, блядь, ёпта? Так, мы и не говорили ничего. Мне-то похуй, я на кике спокойно стремлю. Я не сидел, блядь, не возмущался. Я думаю, большинство людей из чата вообще бы совершенно спокойно. И казино бы стримили, и на кике сидели. Проблема в твоих базарах, блядь. Нехуй было кучеряво базарить и цену себе набивать, чтобы потом жопу продать подороже, блядь. То... Такой, знаете, из цикла Я вообще не такая, я вообще-то не даю людям за деньги. Но тут такие деньги... Я вообще-то по любви только. Я никогда вот не буду заниматься вот сексом за деньги. Но тут просто, ребят, вы поймите. Вы же понимаете, мне квартира нужна, да? И тут столько предложили. Так чем ты отличаешься-то, блядь? Такая же шлюха. Абсолютно такая же, блядь. Еще и упрекал других людей за это. И в итоге, блядь, все свои принципы нарушил. И отмазка та же, что и у Шевцова. Ну, просто денег много дали. А, ну тогда понятно. А мне за рекламу выборов, блядь, по-твоему, не много дали, Хесос? То есть я должен был, по его логике, записать видос. Ребят, я говорил, что не буду, но очень много денег дали. Очень хотел квартиру купить. И купил квартиру, кстати. Ну, не с тех денег. У меня еще и накопления были, но купил квартиру. Так что ж ты на меня-то бычил, блядь, сука ебаная, блядь? Что ж ты на меня-то тогда бычил, если все дело в деньгах? И за деньги, оказывается, можно, блядь, ёпта, прокинуть, блядь, ёпта, все свои предыдущие утверждения, все свои слова, если дело только в деньгах. Оказывается, вот как оно работает, да? Он буквально, блядь, говорит, вот этот еблан, он говорит о ситуации, блядь, с выборами в 18-м году. Ну, там тоже предложили немало. Не по стандартному прайсу. По многократному прайсу, я бы сказал. Ну, просто хотел квартиру, ребят. Хотел квартиру. Есть такая возможность зарабатывать такие деньги. Это вполне себе обычная ситуация, когда какая-то платформа стриминговая, да, которая только вот появляется, открывается, она начинает платить кучу денег. Только ты её хуесосил. Нет, я ничего против кика не имею. Звучит, как будто я как бы ненавижу кик. Мы прямо сейчас на кике сидим. Да на здоровье как бы, блядь. На здоровье. Проблема в том, что твои слова не стакаются с тем, что ты говорил раньше. Точно так же, как и слова Леши, и твои тоже. Потому что вы никогда не будете стримить казино. Потом, блядь, ёпта, закинули нормально денег. Ой. Ну, так много денег заплатили. Мы постримим казино. Ну, а как? Ну, ребят, вы тоже понимаете, да? Это же деньги. Так чем ты, сука, ты отличаешься от меня? Моралфак, ёбаный. Чем ты отличаешься от меня, от Кузьмы, от Юлика, от Лизки, которым тоже предложили... Спасибо.